В Казахстане участились факты интернет-мошенничества. Только за первый месяц этого года зарегистрировано свыше 1700 преступлений. Причем аферисты используют не только старые трюки, но и все время запретают новые способы опустошения чужих кошельков. Бахтиар Даркеев изучил работу жуликов. Вот этот диванчик, детский диванчик, мы его покупали давненько, но ребенок не стал на нем спать. Он раскладывается, все. И он, видите, почти в новом виде. Вот его я выставила, наверное, с полгода назад. Объявление о продаже Наталья выставила на одном из популярных сайтов объявлений. Заинтересовались им всего несколько дней назад. Клиент даже не стал торговаться. Он отправил Наталье чек об оплате якобы всей суммы и вместе с ним ссылку, чтобы она проверила перевод денег. И тут началось самое интересное. Ссылка, когда приходит, там, получается, ты вбиваешь полностью номер карты. Вбиваешь дату карты. И еще вот этот вот трехзначный номер, который сзади. И я все это выложила. И потом открываю еще и безлимит. Ну вот этот вот интернет, лимит открываю. Все. Все ясно, все понятно. Мошенники за считанные минуты несколькими траншами сняли с карты Натальи почти 100 тысяч тенге. Когда они поняли, что карту заблокировали, начали почищать следы. Удалили всю переписку в мессенджере, затем перестали выходить на связь. Страдают пользователи и от авторов фейковых объявлений. Предлагают даже идеи, как от них защищаться. Но пока администрация сайтов просто блокирует мошенников. Впрочем, есть аферисты, которые вообще не контактируют с жертвами. Они изучают их в интернете. В итоге неожиданно для себя казахстанцы узнают о наличии, например, кредитов. Житель города Шымкент в социальных сетях находил объявления о найденных документах. Получив данные со снимков удостоверения личности, мошенник оформил порядка 50 онлайн-кредитов на жителей различных областей. Чтобы обмануть доверчивых граждан, многого не нужно. Телефон, компьютер и интернет. Но в основе комбинации персональные данные. Чтобы их получить, преступники придумывают самые ущищренные методы. Впрочем, зачастую пользователи сами распространяют их в сети. Только за январь в стране зарегистрировано свыше 1700 случаев интернет-афер. Чтобы обезопасить себя по всем электронным фронтам, специалисты рекомендуют использовать формы оплаты, где личность подтверждается отпечатком пальца, либо сканом лица. Пример тому банковские приложения. При работе с сайтами объявлений безопаснее перевести деньги по номеру банковской карты. Если же у вас попросят назвать дополнительные цифры из СМС, либо трехзначный код на обороте карты, то знайте, вас точно попытаются обмануть. Бахтияр Даркеев, Баглан Игликов и Саят Тастанов. Столичное бюро КТК.